Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Автохлам покидает дворы. В Надыме продолжают борьбу с брошенными без присмотра автомобилями. Сотни миллионов рублей непонятно кому. Сургутяне бьют рекорды по переводу кровно заработанных денег интернет-мошенникам. Вам пора домой. В Пытьяхе полиция проводит рейды, выявляя иностранцев, незаконно находящихся на территории России. Операция «Белая медведица». На Ямале 11 человек с вертолетом переселили подальше зверя, делавшего набеги на стойбище оленеводов. Хлопок недели. В ночь на четверг в Тюмени в одной из квартир 34-го дома проезда гелогоразведчиков рванул газ. После ЧП жильцов пятиэтажки эвакуировали. Один пострадавший доставлен в больницу с травмами средней тяжести. В течение следующего дня сотрудники разных ведомств работали в многоэтажке и проводили обследование конструкций. Все подробности в сюжете корреспондента Тюменской службы новостей Татьяны Воротиловой. Сейчас здесь коммунальщики заметают очевидные следы ЧП во дворе, а представители других ведомств изучают причину ночного происшествия в квартире на пятом этаже. Вот как все было. Меня зовут Кельтау Владимир Викторович. Я заместитель главы города Тюмени. У нас сегодня с вами здесь произошла внештатная ситуация. Нахождение в этом доме небезопасно. В 12 часов хлопок, стекла. Огня не было. Люди побежали. Эвакуация началась. В многоэтажке проживают 248 жильцов. В их числе 44 ребёнка. Предоставлять места в гостинице желающим стали сразу. Некоторые решили переждать ситуацию у родственников, как эта студентка. Она вернулась к дому утром. Сейчас её подруга в квартире собирает необходимые вещи. Бери зубную щётку, бери паспорт. Нет, бери, короче, мою сумку со студаками. Самое главное. У меня сегодня день рождения. Такой подарок, да? Да. Но вы держитесь? Так да. Такое в жизни бывает. Дом на данный момент отключён от газа, электро и водоснабжения. Пятиэтажка 71-го года постройки. Эти и другие детали сегодня утром обсудили в администрации Тюмени на внеочередном заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности. Территория возле дома оцеплена. В подъезды никого не пускают. Всё, что видно, это окно на пятом этаже. По словам очевидцев, после хлопка газа оконная рама долетела до соседнего дома, который находится в 30 метрах. Председатель местного жилищного кооператива Наталья Скрыйник сейчас не только работает. Организует проведение обследования строительных конструкций дома. Она сама стала пострадавшей. Её квартира находится по соседству. На одной площадке стоит, где произошёл хлопок. Женщина говорит, запаха газа не почувствовала. Только жжёны проводки. Взрыв один раз, хлопок и полетели стёкла. Дети заволновались, начали собираться. Но первоначально они смогли выйти, потому что дверь 74-я квартира вместе с косяками и со всеми вот этими плитами забаррикадировала нашу дверь. Но там спасатели открыли и мы уже начали спускаться. Версии происшествия официально пока не озвучивают. Работа продолжается. В настоящее время мы ещё не поднимали даже вот эту квартиру, потому что это пока небезопасно. И вот медицинские органы для проведения осмотра, беседы. Может быть какие-то проблемы. Будем всё по мере накопления проблем решать. Сегодня строительные конструкции специалистами должны быть обследованы для того, чтобы мы вечером людям уже на встрече сказали о дальнейших сроках восстановления. По предварительным данным, внешних разрушений конструкции нет. Сейчас специалисты занимаются утверждением дорожной карты по восстановлению дома. Результаты процессуальной проверки взял под личный контроль прокурор Тюменской области. Татьяна Воротилова, Виталий Малов, Тюменская служба новостей. К другим темам. С начала года в Надыме эвакуировали 16 бесхозных машин. По словам сотрудников администрации, они мешают как благоустройству города, так и работе городских служб. В юридических тонкостях вопроса разбирался корреспондент телекомпании «Ямал» Андрей Романов. Целый склад бесхозной техники в центре Надыма. Сколько она здесь находится, сложно сказать, но вот этот автомобиль точно скоро не уедет. Здесь также можно найти моторную лодку и даже велосипед. Наталья – местный магнат подержанных автомобилей. Все ее машины находятся под открытым небом. Здесь же происходит ремонт транспорта. «УАСКО» – это хорошая машина. Веси перевозить, металл, допустим, даже на природу выезжать. Юридическая процедура определения бесхозного транспорта долгая. Это личное имущество собственника. И здесь необходимо сделать все в рамках закона. Вначале сотрудники администрации размещают объявления на машинах. Главная задача – доказать, что машина находится в неподвижном состоянии, то есть не перемещается, чтобы доказать, что она является брошенной. С начала года в Надыме эвакуировали 16 бесхозных машин. По словам сотрудников администрации, они мешают как благоустройству города, так и работе городских служб. Особенно в зимний период, когда происходит уборка снега во дворах. Данная проблема касается не только Надыма, но также с коллегами из других регионов, других городов. Общаясь, мы узнаем, что данная проблема существует везде. Стоимость эвакуации одного автомобиля ориентировочно составляет 20 тысяч рублей. Иногда при этом выбегают собственники и защищают свое имущество. Просто у нас между вахтой есть бывает. Вместе все я поехал, сейчас тут уеду в отпуск. Машина будет здесь стоять. Сотрудники администрации Надымского района регулярно выходят в рейды и фотографируют бесхозный транспорт. Через соцсети размещают предупреждение владельцам транспортных средств. Несмотря на это, проблема бесхозных автомобилей продолжает оставаться актуальной. Андрей Романов, Виктор Тиньков. Время и мало. Надым. Если бесхозные авто всегда на виду, то в некоторых дворах не то, что машину. Людей в темное время суток сложно отыскать. Нам нужен свет. Жители одного из дворов Нижневартовска рассказали темную историю. После захода солнца детская площадка погружается в кромешную мглу. А родители вооружаются фонариками, чтобы погулять с детьми. Репортаж корреспондента окружного телеканала «Мегаполис» Елены Самойловой. Вот, всё с фонарём. Без заряженного телефона мы на улицу не выходим. В Нижневартовске жители домов 14-Б и 14-В на Комсомольском бульваре хотят выйти из сумрака. Но пока не получается. На площадке играют дети из четырёх домов. Здесь новые конструкции, прорезиненное покрытие и кромешная мгла. У нас замечательная площадка, но, к сожалению, с наступлением сумерек наша площадка превращается в квест «Найди ребёнка». Бегают, не видя, что под ногами, спотыкаются, падают. Это травматизм постоянный, это шишки, это ссадины. Я покупаю своим ребёнкам, детям со светородражающими элементами и яркие вещи, дабы с окна видеть, как передвигаются и где они находятся. Куда только не обращались жильцы «Тёмного двора». Думали, ситуация изменится, когда дома попали в марафон благоустройства. Во дворе теперь красота, но только днём. А вечером начинается квест «Найди ребёнка». Можно немного расслабиться летом во время белых ночей, а вот зимой к темноте ещё добавляются сугробы. Снежный покров очищался, но он очищался в большие снежные кучи. И здесь был как лабиринт, то есть мы также в этих лабиринтах искали детей. Жители пятого микрорайона надеялись, что им помогут выбраться из сумрака управляющая компания, депутаты или администрация. Но ВОЗ и ныне там. Приходил письменный ответ, что земля бесхозная, соответственно, никто освещением заниматься там не будет. Между тем, во дворе на Комсомольском бульваре весьма оживлённо. Через детскую площадку постоянно ходят дети. Кто со школы, кто с тренировки. Один, ну максимум два фонаря вот именно в створе вот этих дорожек, чтобы осветить вот эту площадку. Не более, мы о многом не просим. Будут ли услышаны мольбы жителей двора пятого микрорайона, покажет время. А в день съёмки во дворе стало немного светлее. В небе над городом разгорелось северное сияние. Зелёные всполохи словно подарили надежду на светлое будущее тёмного двора. Елена Самойлова, Андрей Мельто, окружной телеканал «Мегаполис», Нижневартовск. Настоящая спецоперация по вызволению невольницы развернулась в Новом Уренгое. В заложницах обстоятельств оказалась кошка. Она упала в вентиляционную шахту многоэтажки. К спасению очень напуганной поискательницы приключений присоединились простые граждане, сотрудники управляющей компанией и бойцы МЧС. Сколько стен сломали и чем в итоге всё закончилось, расскажет корреспондент телерадиокомпании «Импульс» Юлия Шаркова. Первыми звонить во все инстанции и писать в городские паблики начали жильцы одной из квартир на первом этаже. Когда поняли, что животное где-то между стен, обратились к волонтёрам из Центра помощи животным. Появился пост, который перекочевал в чат главы города. «Сос. Выходные богаты на ЧП. В мирном в шахту упала кошка или кот. Со вчерашнего дня животное жалобно плачет». «Кто может помочь достать семье животное? Потом будут писать о трупном запахе все жильцы дома». «Необходима служба МЧС, так как только у них есть такие инструменты и снаряжение разное». Однако после прибытия на место спасателей хозяин квартиры попросту не впустил их, захлопнув дверь. И нашу съёмочную группу постигла такая же участь. Всем вместе нам пришлось куковать под окнами, прислушиваясь к громким звукам. Затем удалось узнать, что помочь хозяину квартиры вскрыть стену приехали сотрудники управляющей компанией «Уютный Север». Дело двигалось медленно. Нужных инструментов и опыта не хватало. Консультации от спасателей получали через окно. «Его через окно можно было. Он достанет туда, нет? А гидравика какая она? В эту сторону ломанит ее, да? Ну, она вот раздвигает, сжимает, как кусачики большие». Когда стену всё же продолбили, к месту спасения прибыли сотрудники службы отлова. Благо, их внутрь впустили через дыру в стене специальной петлёй, которой отлавливают собак, удалось зацепить и кошку. Спустя несколько часов с момента начала спасательной операции животное всё же извлекли из бетонного плена. «Так, 25 сентября, вот, достали кошку, она уже кушает, пьёт, с ней всё хорошо». Сначала её хотели передать в муниципальный приют, но владелец квартиры решил оставить кошку у себя, чтобы передать животное владельцам. Выяснилось, что хозяйка живёт на пятом этаже, и как питомица оказалась в шахте, она не знает. «Пришла заявка, сказали экстренно, в случае мы езжайте, мы находились на обеде, и без обеда, без ничего, вот мы выехали. Фонариком светили, она там, ну, метра полтора, наверное, пришлось удавку распилить пополам. Вот, докуда я смог долезть, туда залез, и накинули удавку, и вытащили кошку». «Ообще сложная была операция?» «Нет, нам не привыкать». История со счастливым концом. Новоуренгойцы в лице всех любителей животных благодарят за бдительность и неравнодушие хозяина квартиры, а также всех, кто причастен к спасению маленькой жизни. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера». Это «Большая область». Мы продолжаем, и вот что вы увидите далее. Сотни миллионов рублей непонятно кому. Сургутяне бьют рекорды по переводу кровно заработанных денег интернет-мошенникам. «Вам пора домой». В Пытьяхе полиция проводит рейды, выявляя иностранцев, незаконно находящихся на территории России. Операция «Белая медведица». На Ямале 11 человек с вертолетом переселили подальше зверя, делавшего набеги на сто обеща оленеводов. Во втором квартале этого года мошенники украли со счетов российских граждан 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Впечатляющая цифра. Ведь только из Сургута на счета мошенников ежедневно поступают миллионы рублей. Есть и свои печальные рекорды, о которых рассказывают в полиции. Например, одна сургутянка после звонка якобы из банка лишилась 21 миллиона рублей. При этом преступники все время совершенствуются. Придумывая новые схемы и уловки. Один из самых распространенных сегодня методов сайты-однодневки и фишинговые порталы. Как не попасть на деньги, выяснил корреспондент телекомпании Сургут Информ ТВ Данил Прилучный. Сургутянин Григорий недавно потерял больше сотни тысяч рублей. Причем с деньгами мужчина расстался в совершенно рядовой ситуации. Решил купить в интернете запчасти для машины. При этом я проверял, что это магазин настоящий, он существует. Я видел отзывы реальных продавцов. По второму квартале этого года мошенники украли со счетов российских граждан 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Впечатляющая цифра. Вот только из Сургута на счета мошенников ежедневно поступают миллионы рублей. Есть и свои печальные рекорды, о которых рассказывают в полиции. Например, одна сургутянка после звонка якобы из банка лишилась 21 миллиона рублей. При этом преступники все время совершенствуются, придумывая новые схемы и уловки. Один из самых распространенных сегодня методов сайты однодневки и фишинговые порталы. Как не попасть на деньги, выяснил корреспондент телекомпании Сургут Информ ТВ Данил Прилуцкий. Сургутянин Григорий недавно потерял больше сотни тысяч рублей. Причем с деньгами мужчина расстался в совершенно рядовой ситуации. Решил купить в интернете запчасти для машины. При этом я проверял, что это магазин настоящий, он существует. Я видел отзывы реальных продавцов, покупателей. И когда они мне отправляли все артикулы в списке, причем они показывали видео, что они запаковывают, отправляли посылку, был трек номер. Когда запчасти пришли, я понял, что это не все запчасти. Весь заказанный комплект Григорий так и не увидел. А на том конце провода раздалась тишина. Продавцы перестали выходить на связь и начали игнорировать недовольного покупателя. После этого мужчина обратился в суд, чтобы найти справедливость и вернуть свои кровные. Я выиграл суд, но деньги я так и не выиграл, потому что исполнительное дело ушло в ту область, в какой области, собственно, существует сам магазин, где зарегистрирована организация. И когда они прикрыли лавочку, то исполнительное производство просто встало, мне перезвонил, точнее даже не перезвонил, мне пришло письмо от судебного пристава со словами, что якобы взять с них нечего. Эксперты говорят, этот случай скорее исключение из правил. На деле такие порталы могут еще месяцами отбирать людей, даже после жалоб в инстанции. Самый большой сайт по длительности, который мы такой находили, он там жил порядка полугода. И полгода он, собственно говоря, оказывал услуги. Это была доставка, если не ошибаюсь, шин. Самые живучие сайты работают по принципу лучше по чуть-чуть долго, чем много и один раз. То есть, чем меньше навар с одного человека, тем меньше внимания со стороны полиции и Роскомнадзора. Полицейские и общественники, которые занимаются в том числе мониторингом вредоносных сайтов, перечисляют несколько явных признаков сайта «Однодневки». Зачастую такие ресурсы маскируются под известные крупные интернет-порталы, и отличить их сможет только опытный пользователь. Ну, традиционная история, если не говорить про, например, не сайты, а даже номера. Кто сходу отличит разницу между 9.00 и 9.00? Зрительно они не отличаются. То есть, когда мы провалимся уже по ссылке, заходим именно на этот сайт «Однодневку», то есть мы видим аналогичные, как с официальным сайтом, там те же рисунки, те же предметы, которые выставлены на продажу. Правоохранители и кибердружинники, конечно, мониторят такие сайты. После жалоб или заявлений от пострадавших связываются с прокуратурой, Лигой безопасного интернета, Роскомнадзором и так далее. Те, в свою очередь, блокируют такие ресурсы. Но на месте одного появляются еще два. А потерянные деньги с каждым годом возвращать все сложнее. И здесь, как бы банально это ни звучало, лучшая защита – это профилактика, внимательность и трезвая оценка предложений в интернет-магазинах. Ведь, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. А в Пытьяхе сотрудники полиции провели рейд по выявлению незаконных мигрантов. Неожиданная проверка настигла иностранных граждан на рабочих местах. Ранее в этом году было выявлено 11 нарушителей, для которых несоблюдение миграционного законодательства закончилось выдворением из России. Подробности в репортаже корреспондента телекомпании Пытьях-Информ Лилии Матиенко. Кем работаете? Кем работаете здесь? Я здесь помогу, да? Ну, помогаете в чем? Очередной рейд по выявлению нелегалов среди мигрантов проводится в заведениях общепита и торговых точках пятого микрорайона. Правоохранители проверяют у иностранных работников документы, удостоверяющие личность, регистрации и трудовые патенты. Если в миграционной карте цель визита стоит работа, то они обязаны в течение месяца, в течение 30 дней получить патент, оформить его и далее продлевать свою регистрацию по патенту. Патент выдается на год, патент заканчивается, переоформляют патент, дальше делают регистрацию и, пожалуйста, находятся законно. Отсутствие регистрации, разрешение на работу, истекшие сроки действия обязательных документов. Любое из этих обстоятельств является нарушением требований российского законодательства и влечет наказание, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях. Как минимум штраф, как максимум выдворение из страны. Собираются документы, материалы в суд и выдворение со штрафом и с принудительным поселением в Центр содержания иностранных граждан города Сургута. С начала года через суд выдворено 11 иностранных граждан. Высланные нелегальные мигранты являются гражданами Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. У меня живет мой брат. Что за сапелевый? Проверка документов. Так не бывает. Как не бывает? Он иностранный гражданин должен с собой носить документы. У брата есть документы? Есть. Пусть покажет. Его опросил. Не, не, не. Очередной рейд снова выявил несоблюдение миграционного законодательства. Работница торговой точки, гражданка Киргизии просрочила свою регистрацию, за что получила административный штраф. Другие иностранные работники к ответственности не привлекались. Работа по выявлению нарушений продолжается. В октябре в Пытьяхе начнутся массовые проверки мигрантов. Лилия Матиенко, Данил Яковлев, телекомпания Пытьяхинформ. Невероятно теплый сентябрь порадовал тюменских грибников хорошим урожаем дикоросов. Любители тихой охоты завалили соцсети фотографиями своей добычи. Некоторым даже багажников машин не хватало, чтобы вывезти все, что собрали. Но пока одни с азартом преодолевали километры в поисках грибов, другие искали потерявшихся. Несколько человек не смогли выйти из тюменских лесов самостоятельно. Тему продолжит корреспондент Тюменской службы новостей Дарина Яранцева. Так, ну ладно, все, мы набрали грибов немножечко, хватит вот тут вот возле машины. Ты фотографируешь меня? Да, я на видео. Какой урожай? Вот так вот. Кто бы думал, да? В социальных сетях тюменцы хвастаются своим уловом. В конце сентября тихая охота идет вовсю. Местных грибников в интернете объединил Алексей. Он, кстати, и заметил, что такой урожай бывает примерно раз в три года. Да, грибы прям под ногами, особенно белые сейчас. Только ленивый, по-моему, не собрал их. Очень много прям вот вывозят ведрами, багажниками. Этот год очень грибной оказался. Больше всех окончания тихой охоты ждут в поисковом отряде. В этом году волонтеры вывели из леса 47 грибников. Пятерых найти так не удалось. Выбраться из леса поможет специальное приложение. Программа «Запоминает маршрут». У многих грибников такая программа? Ни у кого. Они даже с собой телефоны бывают, не берут, оставляют в машине. Вот это основная проблема, что человек теряется. Вроде бы и связь должна быть там, но телефон в основном оставляют в машине, потому что боятся его потерять. Волонтеры просят надевать в лес яркую одежду, брать свисток, спички, компас и запас воды. Тем не менее, почти каждый день отряд идет на поиски потерявшихся грибников. Причем находит их с полными корзинами. Три бабушки потерялись в лесу, они были на связи. У нас есть подразделение, лес на связи, они их вывели. Была ситуация, когда две бабушки за 80 лет на машине уехали в лес тоже за грибы, по грибы и застряли. Вот мы их тоже ночью искали. Врачи подводят свои итоги тихой охоты. Несколько тюменцев в этом году неудачно поужинали грибами. Обращались как взрослые, так и дети. Они все прошли амбулаторно, то есть через приемное отделение. Им была оказана помощь, даны рекомендации и отпущены домой. Какие должны быть красные флаги, чтобы обратиться к врачам? Это сильные боли в животе, которые не оккупируются ни анальгетиками, ни спазмолитиками. Кстати, грибник Алексей сегодня скромно признался, что грибы ему по душе, но совсем не по вкусу. Нет, я грибы не ем. Я их только люблю собирать. Алексей утверждает, тихая охота еще продолжается. Совсем скоро пойдут рыжики. Сезон закончится с первыми заморозками. Впрочем, некоторые умудряются находить грибы даже под снегом. Верина Игранцева, Сергей Кондаков, Тюменская служба новостей. Белая медведица в поисках приключений. В Ямальском районе хозяин, вернее, хозяйка тундры вызвала нешуточное беспокойство у оленеводов. Она забралась на стойбище, похозяйничала там и продолжила тундровый вояж. А местные знают, если белый медведь появился вблизи обитаемых мест, то жди беды. Просто так он не уйдет. И оленеводы запросили помощь у начальства. В итоге к месту предполагаемого нахождения медведицы выдвинулась целая экспедиция на вертолете. Убивать зверя никто не собирался, но надо было отселить его подальше от людей. Подробности этой операции в сюжете корреспондента телекомпании «Ямал» Юлии Шнайдер. Буквально пару минут и пушистый пиглец, изрядно испугавший лениводов Ямальского района, пойман сотрудниками специализированных ведомств. За ним на вертолете вылетели 11 человек. Участвовали в поиске не только специалисты окружного департамента природных ресурсов и экологии, но и представители службы по охране природных биоресурсов и даже сотрудники московского зоопарка. Задачка со звездочкой — отловить взрослого белого медведя по весу достигающего чуть ли не 500 килограммов и отвезти подальше от людей на полуостров Явай. Беглец пойман и обездвижен. Теперь главное аккуратно надеть на голову повязку, закрывающую глаза. Когда хищник дезориентирован, можно грузить вертолет и привозить к месту будущего обитания. Не медведь, а медведица. Как рассказывают вернувшиеся задания сотрудники спецслужб, хищница убегала от разыскивающих ее людей пару часов. Сначала беглянку догоняли на вездеходах, но подойти к животному на расстоянии выстрела, чтобы усыпить никак не удавалось. Тогда решили догонять на вертолете. Животные спают достаточно быстро, но встают они, конечно, не так быстро. Нам хотело довезти его до заповедника, ну это порядка пяти часов где-то было. Нам хотело довезти его пять с половиной часов. Мы один раз его подкалывали в вертолете. Было буквально 20 минут, чтобы подготовить медведицу к выгрузке на новой для нее территории. Переносили хищницу в восемь человек. Специалисты объясняют, такие прогулки опасного зверя не случайны. Все связано с таянием льдов. Животные все больше ходят вглубь материка в поисках пищи. Ей поставили на всякий случай чип. На первое время сделали маркировку на бедрах краской, да, специальной. Она называется П-11, потому что поймали ее в понедельник, обездвижили. Убивать животное никто не собирается. Если медведица вернется на территорию рядом с человеком, ее снова поймают и теперь уже направят в зоопарк. Но это самые крайние меры. Дикое животное должно жить в диких условиях. Мирные переговоры с хозяйкой Арктики вели и сотрудники местной администрации. Их цель не допустить пересечение животного и человека. Аномальное явление происходит. Белый медведь вопреки всем правилам пришел на юг полуострова. Естественно, что где-то к этому население было не готово. Мы максимально включились в решение этих задач. Первое, что мы сделали, это был облет Ямальской тундры. Мы информировали те районы, где находился медведь. Семье пострадавшего мужчины уже оказали помощь. Передали материалы, позволяющие восстановить жилище и подготовиться к зимним условиям. Также ранее отправили продуктовые наборы. Пострадавшие оленево чувствуют себя хорошо и находятся в соседнем стойбище. Медведь обживает свои новые владения на полуострове Явай. Юлия Шнайдер, Максим Сандрин. Время Ямала. Ямальский район. Такое увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова